балет это женский мир в котором мужчина лишь почетный гость джордж баланча хореограф грузинского происхождения и положивший начало американскому балету здравствуйте уважаемые друзья героиня сегодняшней нашей передачи знаменитейшая балерина балетмейстер хореограф педагог общественный деятель территория бывшего советского союза на тот период времени являлась самым большим государством в мире туда включалось 15 республик на территории которых находилась около 1 тысячи театров и всего лишь три театра имели специальное звание большого театра театр в москве в минске и в ташкенте и получилось это благодаря сегодняшней героине в 1966 году когда она показывала свою очередную работу перед тогдашним руководителем страны ленидом брежневым он удивился и сказала почему большой театр только в москве и в минске он удостоен также быть в ташкенте благодаря тому балету который привозила наша героиня из ташкента в москву все столичные газеты советского союза писали так не головокружение от успехов а головокружение от узбеков встречайте наши гости народная артистка советского союза бернара кариева здравствуйте день добрый итак наша передача стоит из семи вопросов и каждая рубрика включает в себя именно 7 вопросов народное слово вот мы поставили анонс что бернара кариева будет у нас гостем и люди прислали свои вопросы мурат что самое важное во время исполнения главной партии в балете наверное все там главное или не главное или в очередь ставить что-то нет полной готовности ясно у него же вторая половина вопроса насколько для артиста важно ощущение единства с партнером можно ли зная партию идеально станцевать с незнакомым партнером без репетиций смотря что если это балет который наследие то есть это такая постановка обязательная для всех менять ничего нельзя тогда еще можно рискнуть но вообще это почти не бывает никогда фируза захидова спрашивает вы номер один балерина никто в узбекистане с вами не сравнится у меня всего один вопрос что означает ваше имя бернара мое имя да это мой папа он вообще удивительный человек конечно что он закончил плехановский институт он должен был быть агрономом но он так любил искусство что ни одного дня по своей профессии он не работал и он копался всегда во всех книгах вот он решил искать красивое имя но чтобы оно сочеталось с отчеством понимаете вот такой вот такой вот сам себе задание поставил и тогда он решил из парижа сара бернар была такая да актриса которую биографию он изучал он ему понравилось но он сказал что это надо добавить букву а на ее фамилию и выбрал себе акты у него тогда уже вот была любовь к актерам и он бернара а добавил получилось не фамилия и не сара бернар а бернара а потом прибавила рахим рахим маджи это вещь он рахимовна но бернар рахим он красиво звучит и папа остановился я три месяца жила без имени ждали когда папа выберет имя меня зовут рассол скажите пожалуйста как в вашей жизни появился балет вот папа за ручку привел меня в театр когда строился он это был значит если в первом классе уже училась 41 год но если 36 до 41 42 год он меня привел там набор был детей там птенчики какие-то животные птички еще что-то нужны были дети ну папа был директор и решишь что такая студия нужна он организовал эту студию и меня конечно туда но театр это зараза ужасно это просто зараза то есть игра я думаю да потому что у меня в роду никого нет абсолютно чтобы чтобы даже не имели никакого отношения к искусству не только балет вот и и вот так я вошла тут потом птенчики балерина стоит наш в арабеске красиво мы там птенчики оттуда вылезаем все и танцуем свой птичий танец вот это птичий танец у меня остался в памяти и я все время о нем думала а потом из птичек мы выросли уже в лебедей там уже четыре лебеди пошли да и вот так и все лебединое царство открылось и открылся этот этот ужасный вид искусства смысле каторжного труда балет нужен об этом как раз поговорим на но уже я вошла рустам хидаятов как вы думаете как привлечь того зрителя который совсем не знаком с классикой и ничего не понимает в балете музыка и потом вот это такой какой-то удивительно красивый волшебный вид искусства я так считаю он не может не привлечь зрителя хотя бы ничего не понимающих просто красотой просто наслаждаться любоваться хотя бы да понятно вячеслав шатохин как можно совмещать искусство и здравоохранение сочетать у меня только муж был который рано умер удивительные все отдал здравоохранение и сам ушел из жизни вот он ну наверное следил помогал не загружал себе диету установил такую же как у меня чтобы да чтобы ради него чтобы ради него не немножко могли слова лесу когда вот были беременны в принципе а так всю жизнь вот эта жесткая диета исходя из профессии я думаю что я сыграла роль в но я думала что это про продлить жизнь наоборот ну вот видите как получилось что там больное сердце там уже не не связано с окружением с каким-то да поэтому я думаю что как неотъемлемая часть жизни только потому что судя что у меня медик был рядом совсем со мной ну наверное он за мной лучше следил больше чем я за ним я так думаю себя считаю где-то немножко потому что я уезжала приезжала это было очень для него это тяжело конечно да анна грозина вы можете вспомнить самое незабываемое выступление незабываемое каждое выступление оно незабываемо я помню как первый раз вышла на сцену что это такое для меня было в москве вышла в большом театре когда закончила хореографическое училище там же и там был выпускной я там танцевала жезель по д-д и шапиняну и на сцене большого театра это конечно советский союз был до танцевать на сцене большого театра это даже и мечтать нечего было вот и я думаю что это и после этого началось потом потом узбекистан он стал выходить на международную арену это было интересно приезжали короли королевы принцессы шахин шахи да это как раз после после казанского вокзала сразу внутри учтено очень национальное все всем надо было танцевать а мы должны были показать высший свет искусство высший цвет ну вот и это тоже было все незабываемое я все помню я все помню как танцевала даже как танцевала даже как приехала на родную сцену узбекистан я я очень хорошо помню я приехала к себе на родину закончив пятьдесят седьмом году балетную школу приехала и тогда строился панорамный театр кинотеатр кинотеатр до кинотеатр и тогда только открытие было и там был съезд механизаторов это же надо было съезд механизаторов не какой-то такой публики ну вы меня поняли но я конечно я как могу сказать нет я не буду нет а меня объявляют что ученица приехала только окончила но казалось бы тоже сидите и смотрите и наслаждайтесь не нет нет это было ужасно они топали ногами они кричали балет не надо на пальчиках тоже не надо еще у меня длинные было длинно еще шопеновская пачка так а я представляю себя лебедем вышла да не меня убили бы наверное и последний вопрос ильхом турсунов что вам дает вдохновение жизнь наверное да нет наверное в жизни без этого много хорошего надо это тоже она сама не дается ты замечаешь где-то что-то привлекает внимание и вот это внимание наверное она как-то остается в памяти или наслаждаешься этим вниманием тоже можно так сказать и наверное это все-таки положительного больше чем отрицательного и потом смотря какими глазами смотреть чтобы у тебя тоже были положительные желание воспринять наверное так только спасибо большое это были вопросы то ваш поклонник приятно вот цена приятно а теперь семь вопросов от меня от ведущего и так первый вопрос вот согласно энциклопедическим данным в интернете когда я вычитывал готовыся к интервью там написано было так что бернара кариева является балериной балетмейстером хореографом педагогом общественным деятелем педагогом вы в этот список что-нибудь еще можете добавить из направления своей деятельности на протяжении вашей интереснейшие долгой жизни наверное в этих словах наверное все чем я занималась и к чему я стремилась я тоже когда танцевала я уже думала о том что биография не должна заканчиваться на что я уйду на пенсию и все что жизнь должна продолжаться и правильная вот тогда же я моложе была все таки да много но сориентировалась правильно я 45 лет пошла учиться в институте мне исполнилось 45 лет и уже получила звание народный ссср где мне положено было вообще один год про учиться и а я все-таки я осталась еще на 10 лет преподавать вот требования к вашей профессии ну очень жесткие это вот начиная от самого главного то есть это красивый поклон там выход уход до со сцены и очень много качеств которые должны которые должна была эта балерина начиная от ответственности там пунктуальности самокритичности да вот легендарная галина уланова она такой благой с личностью когда я разговаривал с таскоринзе ее учеником вот он мне рассказывал что они к изготовились ставить нарциза он должен был играть главную роль и уланова такая была пришла идея что нарциссы надо ставить посредством того что вот фортепиано нужно вынести на сцену вот чтобы от играл вот фортепиано и тогда возник спор оказывается физически это было невозможно на сцену вытащить и человек который ответствен был за это объяснял галина уланова это минут двадцать пять и кейс она очень внимательно послушала послушала и в конце когда он все закончил вот это все что я хотел сказать она как сказала я вас услышала но фортепиано должно стоять на сцене то есть же похоже на нее скажите пожалуйста вот а какими еще качествами вот специфическим должна быть балерина для того чтобы одолеть вот эту сложнейшую профессию вот какие наверно быть стремится быть такой вот как наш учитель у меня тоже она она со мной работала потом она подошла ко мне человека который меня познакомился ну из узбекистана она говорит я бы хотела исправить кое-что в шопиняне какие-то нюансы предложить и меня спросила она как вы смотрите на это ну я чё там что как я могу смотреть на уланова я задрожала там вообще не даже не знаю как и она исправила меня потому что она сама шопиняна танцевала до последнего она же ушла в 50 лет она же молодом возрасте ушла в общем со сцены и в эту она танцевала она все это передала я кстати получила серебряная медаль на этом конкурсе первые для узбекистана вот мы вышли тогда серебряной медалью но я хочу сказать ее вклад ее очень тактичные очень тактичные отношения вот в отношении исправить в отношении помочь она видно всегда обдумывает это мне так казалось потому что по-другому это даже не невозможно себе представить вообще ее желание поменять значит это к лучшему только потом она пришла на мой балет который я привезла в москву маскарад был балет пятьдесят девятом году было была декада узбекского искусства литературы я танцевала маскарад нину она смотрела все пять спектакли все и потом она шараф рашидовичу сказала я всю жизнь мечтала сыграть не станцевать нину но не получилось как мне жаль качество все-таки вот пунктуальность ответственность жесткость как у лановой что еще каким качеством должно быть были актерское мастерство без этого потому что именно когда уладова танцевала в это время а я как бы продала же продолжая тоже это за счастье посчитала что была эпоха драм-балетов была в балетах большая литература и зарубежная литература и социалистическая советская но литература это для балета конечно было удивительно потому что в балете молча выражать философские мысли предположим там толстой тургенев это а там флабер к примеру юго это как это вообще это невозможно даже совместить подумать о том что молча можно было выразить такие трагические картины которые писали эти писатели ну а мы считаем это за счастье что это наше счастье что была эпоха вот таких балетов большой литературы когда мы вот я например всю свою жизнь танцевала в этой эпохе и я очень довольна у нас были прекрасные балета которые мы вывозили за рубеж и они нигде не шли нигде поэтому всегда зритель с удовольствием смотрел как это так вот как изобразить свободно европейскую литературу на балетной сцене ну уж я не говорю об узбекистане когда они удивлялись трижды что это это страна ну сами понимаете национально по национальности по этому поводу мне как раз следующий вопрос будет и я думаю что это актерское мастерство это даже 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 я поставил это на первое место потому что без этого вот эти балета которых я говорю это не невозможно даже воспринимать нас на слуху даже невозможно чтобы это ставить в балете и вот уланова это тоже говорила рашидова что и она счастлива танцевать в эту эпоху ну вот даже она не дошла до лермонтовского маскарада что это такой трагедийный балет который вот в ее плане да а я и я очень сочувствую в этом очень я понимаю ее вот и у меня тоже самое состояние вот вот сейчас наверное вот эти песенки которые сейчас это не мое время она уже прошло она закончилась вот такими балетами как анна каренина как мадам бавари как барышни хулиган маяковский который смеется человек который смеется бегу вот такие балеты которых ну как это слепую девушку в балете изобразить это даже невероятно но это и кто это сделал узбеки ну вот так по поводу вот сказали вы узбеки да узбеки не каждому наверное известно что в бывшем советском союзе было около тысячи театров 800 чем-то но удостоена звания большого были всего лишь три первое это понятное дело москва столица советского союза 2 минск а третье это ташкент то есть это наш государственный академический большой театр имени алишера новаев причем статус этот большой он даже не переводится ни на какой язык я даже когда был в москве с американцами и рассказывал историю большого театра москвы мы так и переводили же большого и сети даже не приводом и забег сети не в калитом 5 театр ни в коем случае и в этом вопросе очень важный момент что ваша огромная заслуга была в том что среди всех вот эти вот 15 братских республик именно обратили внимание на ташкентский театр потому что вы ставили качество дон жуана это был в шестом году тогдашний руководитель леонид брешнев увидев это он сказал почему статус большого есть только в москве и в минске почему него нет в ташкенте вот же я вижу какой шикарный уровень то есть в принципе мы должны быть благодарны вам за вот это поэтому спасибо вам большое за это мне только вот один вопрос я я это помню я думаю молодежь тоже должна знать об этом и только один вопрос вот то что наш государственный академический театр получил статус большого это было до того как в московских газетах писали что не головокружение от успехов а головокружение от узбеков это было до или после нет это было до этого году это было до то есть это было уже как результат да вот это вот это звание большой было как результат вот этого ажиотажа я бы так назвала но это не временный ажиотаж который а это это еще больше какая-то задача того а что дальше Что еще они могут привезти? Потому что все, что мы каждые два года возили в Москву, это были балеты, которые нигде не шли. Я это повторяю. Нигде. Поэтому интерес был необыкновенный к каждому балету отдельно. То есть из Узбекистана приехал балет. Ну что он может поставить? Ну как он может удивить русского человека в русском большом театре? Совершенно правильно. Вот совершенно правильно. Я думаю, что Брежнев точно так же думал. Он один из тех, не просто так же, с морского плеча он, да? Которые ждали, да. Но, к сожалению, у нас не понимают это до сегодняшнего дня. И он идет как кяттотеатр, как будто это помещение большое. Ни в коем случае. Я вам говорю, как лингвист-переводчик. Ни в коем случае это не переводится. Да. И вот мы пишем кяттотеатр имени Алишеронова. И сколько я пыталась это рассказать и доказать, и ничего не получается. Все равно, кому бы я ни говорила, его завтра убирают, и с ним уходит это тоже. И новый придет, и он опять будет... Ну, я думаю, Бернар Рахимовна, вас услышат. Обязательно. Следующий вопрос. Вы были на сцене 60 лет. Да. И исполняли различные роли. Начиная от тех же «Зверушек», о которых вы рассказывали в балете «Акбеляк», да? Да. И заканчивая «Анной Карениной», «Мадам Бавари», «Человек, который смеется». Вот Галина Уланова, о которой мы уже с вами говорили, она говорила как-то так, что пусть у вас останется сожаление о том, что вы что-либо не сделали, нежели о том, что вы попробовали. Вот, Бернар Рахимовна, у вас есть какие-нибудь сожаления о том, что вот эту роль вы не успели сыграть. Вот эту роль вы не успели исполнить. Я никогда не задумывалась вот этим. Вот первый раз, как акцент сделали на этом, я не думала никогда. А вот и сейчас подумайте. Да, никогда не. Я думала, что мне очень повезло, что эта эпоха была. Вот такая драма балетов. И я считаю, что вот эти выдающиеся создания и Толстого, и Тургенева, это просто счастье, что они шли в мое время. То есть у вас такой роли нет. Вы, в принципе, исполнили все, что вы мечтали, хотели, видели. Наверное. Да, скорее нет, чем какое-то сожаление. Нет, да, такой роли? Ну, вот как у той же Улановой, то, что она же мечтала исполнить роль Нины. Вот у вас такой же мечты все-таки. Нет, нет. Да, ну, мне тоже никто никогда не спрашивал. Никогда. Ну, вот. Никогда. Я рад, что я сделал то, что он, знаете, Лепс говорит так, что не люблю подогревать суп заново. Да, да. Не люблю задавать те вопросы, которые вам задавали. Мне нравится. Слава Богу. Нравится. Да. Итак, в советское время была такая песня, которую написал в 64-м году Юрий Висбор. «Зато мы делаем ракеты, перекрываем Нинесей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Правильно. Он сделал правильно, Рима? Правильно. Почему? Потому что это классика. Это именно поэтому, потому что это классика, классическое наследие, классический балет. Вот у нас сейчас получилось так, что собирали документы, ну это так, тоже как добавление к понятию. Ну какая-то даже безграмотность. Я просто не хотела это слово говорить, но я вынуждена сказать, потому что другого я не подберу. Решили, значит, как Большой театр сделать, как в Большом театре, ставки. Ну это при моем директорстве еще. И потребовали срочно документы, значит, давайте вот это сделаем так и категорию поднимем, и артисты будут достойно получать заработную плату. Это был шаг, действительно, сделан навстречу. Оформляли документы, мы вылетели в Москву, взяли оттуда из Большого театра все-все-все, сюда приложили, действительно, поэтому театр бы, расцвел бы, но наша высочайшая культура не позволила это сделать. Та же общая культура, о которой вы говорили в начале интервью. Да, вот именно эта культура. Как только узнали, что в правительстве лежит смотр Большого театра, значит, с поднятием категории, тут же все областные театры поднялись и написали, а у нас тоже есть балет. В каждом театре в областном балет, не танцы узбекские, а балет. Как они так приводят, через детственников балет? Вот слово балет появилось, и поэтому, раз это балетного театра касается, и мы тоже должны туда войти все. Все. Отменили все. Тут же, в этот, в один день отменили все. Забудьте, что Большой театр, мы хотели его поднять до его же уровня, до его же уровня. Не дали. Вот это к тому, что мы не понимаем, вот эта классика, классика, откуда она идет. Вот это классический балет, его не надо забывать никогда, нельзя говорить просто. Вы знаете, это балет, как сделали наши 40 театров. Тут же написали докладную. Может, они почитали слово балет, что с итальянского он переводится как танцевать. как танцевать, да. А ему тоже танцуем. Почему же не балет, да? Видимо, уйка была такова, Ну, это вы, да, вы, да, ну, правильно, вы, я хочу сказать, удар смягчаете. Но нам было очень больно. Очень, очень, потому что, видите, нам присвоили это звание, но пустым, голым, на голом месте и на, и ничего мы не получили. Ничего, даже, даже не подняли нам ставки никакие. Мы так и плелись в хвосте, потому что нам вот такое подстроили областные театры. Да. Это было удивительно, конечно. Хотя эти же областные театры вы добились того, что они выезжали за рубеж. Представляете? И чтобы, ну, понятно, когда столичные театры выезжают, там, Ташкентский театр, там, а вот когда именно областные театры выезжали за рубеж и показывали там свои работы, это цитируют вас все коллеги, ваши современники, что этого добилась Бернара Кореева. Для этого я вам отдельно благодарен. Спасибо. Ну, это я принимаю как оценка моей работы в Союзе театральных деятелей. Я очень старалась, мне хотелось, чтобы ожили, несмотря на то, что они так поступили, у меня не осталось внутри к ним. Наоборот, какое-то я всегда хотела, чтобы областные театры, я видела, я ездила, я видела талантливые исполнения, видела, и они прозевали у себя, не двигаясь никуда. Поэтому организовывала смотры всякие, фестивали, чтобы показать именно работу областных театров. Вот там Ферганский театр, например, к примеру. Там, где работал отец Александра Абдулова, академический театр Ферганский. Может быть, не знаю. Да? Ну, прямо в центре города. Вот, вот Ферганский, но это Ферганский театр, это какой-то был переворот вообще в сознании людей, что вообще это существует. За рубежом им проходу не давали. На Эденбургский фестиваль их повезли. Мы повезли их в Ламандский фестиваль. Открылась дорога такая, что артисты сами удивились всему вообще. Это было замечательно. Просто я хочу сказать, что Башбекова вещь, вот это опять от спектакля зависело. Он написал «Железная женщина». Вот с этим спектаклем у них там был такой режиссер Салимов. Вот он попытался поставить спектакль. Эту «Железную женщину» мы везде по всему миру возили. Это такой восторг был. Вы даже себе не можете представить сотую долю этого. Во-первых, что это Узбекский театр, областной. Столичные театры взбунтовались все. Как это так? Ну да вот так. Вот так. Там тоже есть таланты, но ими надо заниматься. Я им присылала Питер Брук, был тогда режиссер такой самый знаменитый в том периоде. Он приезжал к ним потом. У них спектакль. Он их учил. Это же постановка спектакля. Мы дали ему на суд. Потом мы повезли театр нации в Москве. Там показали. Москва тоже опять. Вот узбеки опять. Вот эта железная женщина. Это потрясающий спектакль. Вот куда он делся этот спектакль? Вот когда он ее заводил. Эту железную женщину. Ну просто великолепно. Вот сам балет классический, он же истоки берет из Италии и Франции. В принципе первоначально история балета. А все таки скажем такое развитие, такое прогрессивное, революционное получилось в Советском Союзе. Почему? Да. Вот я думаю, что помогали вот это потому что терминология вся французская. Поэтому мы считаем, что французский балет он как бы перво первосоздатель. Но французскому балету ближе наш Ленинград. Не Ленинградский а Санкт-Петербургский балет ближе. Он сломанный. Он какой-то надломленный. Он какой-то такой подчиняющийся. Но московский балет это даже разница очень большая между ленинградским и московским. А московский балет это победоносный. Понимаете, это фейерверк. Я думаю, я слушал интервью Марии Пелесецкой, она объясняла это так, что именно советская школа классического балета включала в себя комплекс еще многих других элементов. Актерское мастерство добавили именно в Советском Союзе. А музыкальное образование добавили тоже именно от Советского Союза. и что восьмилетка школа музыкальная это тоже добавили от Советского Союза. И вот в комплексе получилась мощнейшая микстура того, что в мире хоть и отцами основателями являются французы-итальянцы, получился так, что советский классический балет. Все ясно. Следующий вопрос. Помимо того, что вы являетесь балериной, балетмейстером, хореографом, педагогом, вы также являетесь общественным деятелем. А именно, с 2002 года советник министра культуры Узбекистана по вопросам театра сказанной дисклопедии. Это верно? Да. С 1985 по 1998 председатель Союза театральных деятелей Узбекистана. Верно? Да. И с 1967 года народный депутат СССР. Да. Ну, это далеко не весь список вашей общественной деятельности, потому что он на самом деле очень большой. Ну, прям биограф. Да. Вот когда я просто мне очень интересен балет, я со многими старался разговаривать, хотя бы интервью брать или как-то с ними побеседовать, вот не все как бы разделяли такую точку зрения, что люди в этой сфере, именно в сфере балета, чтобы они именно занимались общественной деятельностью. Чтобы они? Занимались общественной деятельностью, потому что это может отвлекать от основного искусства. Например, там говорили так, что никогда не хотели видеть танцующих депутатов, например. Даже такое говорили. Вот у вас общественная деятельность, она от основного искусства. Она же все-таки вас отвлекала или нет? Ну, не знаю, ну, Мне нравилось. То есть вы могли это совмещать? Мне нравилось. Мне мешало моей основной работе, конечно. Я тут же ушла на полставки. Не в этой роли, а в роли балерины. Ушла на полставки. Это почти так не бывает. Ну, как балерина, у вас же очень короткий срок. Вы можете работать, да? Да, к сожалению. И, несмотря на это, вы пожертвовались этим сроком. Мне нравилась эта работа. Мне нравилась. Она общественная может называться. Я же три срока была. Три срока. Я 15 лет руководила Союзом театральных действий. Там были планы грандиозные просто. То есть я перевернула вообще всю работу, которая раньше была. Потому что раньше было беззащитное театральное общество. Вообще в Советском Союзе было беззащитным оно. Оно ничего не имело. Вы тогда с предложением вышли к самому Горбачеву? Да, Горбачеву пошли. Вы к нему зашли? Да, мы зашли к нему. От вас я ничего не скрою. Он нас принял. Он нас принял с Кириллом Лавровым и с Михаилом Ульяновым. Мы пошли туда. И я ему сказала просто, Михаилу Сергеевичу сказала, что дело в том, что вот... А он почему вас... Оно же такое тихое, спокойное. Вот потому что оно тихое, спокойное, оно нам не дает возможности работать. Потому что его никто не слушает. Оно тихое и спокойное. Оно сказал и исчез. И забыли все об этом. Нет, нам нужно не общество. Нам нужен союз. Которое объединяет, пусть не единомышленников даже объединяет. Пускай даже внутри союза будут там чем-то недовольные люди, но даже не нужно единомышленников там. Но нам нужно, чтобы это живая организация была. А то смотрите, все вот музыкальное общество стало союзом. Союз писателей, союз композиторов, союз художников. Все союзы. А мы театральное общество, общество собаководов, общество рыболовов. Ну почему мы к рыболовам, а почему все остальные даже творческие быть люди? Вот такие жизненные, я ему сказала, о жизненных примерах. Артисты балета, в отличие от олимпийских чемпионов, обязаны каждый раз доказывать свою олимпиаду и поддерживать. Вот олимпийские чемпионы, что они один раз показали, зафиксировали рекорд, и это на всю жизнь. А вот именно артисты балета должны это делать каждый раз. И причем, если вот нога при ее поднятии поднялась уже не 5,5 сантиметров, уже могут кричать коллеги по цеху и остальные, кто в этом понимает, Акела промахнулся. Что им нужно делать? На что им нужно обратить внимание на первых парах, балеринам, которые хотят стать как Бернар и Карина? Я думаю, что это опять ведет все к культуре. И я даже не хочу повторяться уже, потому что это нужно рассказывать об этом, нужно показывать, нужна какая-то не реклама, как сигареты курить или там еще какая-то реклама идет, а реклама, вот как выбрать профессию. Моя Плесецкая говорила так, что без высочайшего уровня ответственности в балете делать нечего вообще. А Белла Ахмадулина это называла, это сладкая каторга. И обобщая, что такое талант, Раневская говорила, что талант это тот самый прыщик на лице, только непонятно у кого на лице он выйдет. То есть здесь все вместе. Ответственность, вот эта вот каторга сладкая и плюс, скажем, талант. Вот что-то можно еще добавить к этим элементам? Я себе задаюсь вопросом, если бы я раньше знала, что это такой, что это такой страшный труд. Вы бы повторили бы это? Не знаю, не знаю. Я бы задумалась. Это невероятно. Я не пугаю, я и сейчас, когда говорю вот для публики, я не пугаю, но надо, значит, любить вот это истязание тоже надо, чтобы полюбить это истязание. Оно ради чего-то делается. Вы меня вообще удивили сегодня, по-моему, даже больше, чем мои все рассказы сегодняшние. Ваша идея о счастье? Любить свое дело. Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Без ограничений. Порок. Без выделений. Ваше самое нелюбимое слово? Наверное, предательство, может быть. Что является вашим главным недостатком? Безкультурия. Свой недостаток иметь. Не вообще? Вообще. Если вообще, это недостаток. А вот, а в себе если? А если в себе? А в себе? Ну, в себе я считаю, что тоже не особенный достаток еще. Скажем так. Ну, вы самогретичные. Нет. Ваши любимые балерины? Хотя бы три. Ну, Уланово вне. Вне конкурса Уланово идет. Молодых у меня нет никого. Маляка Сабирова была. Таджикская балерина. Потрясающе. Потрясающе. И третья? И Плесецкая. Плесецкая. Да. Способность, которую вам хотелось бы обладать? Дали мне машину и сказали, вот вам ключи, вы будете приезжать на работу вот на этой машине. То есть они были уверены, что я, а я понятия вообще не имела. Буквально недавно ушел из жизни 41-й президент США Джордж Пуш Сарши. Вот он как-то в своем дневнике писал, что я никогда не был правительством, но я бы очень хотел, чтобы будущее поколение меня вспоминало тремя словами. Тем, что я был способным, благоразумным и надежным. Последний к вам вопрос, Бедана Рахимовна. Вот какими тремя словами вы бы хотели бы, чтобы вас вспоминали будущие поколения? Все три балета. Спасибо большое. И вам тоже. Но вы, вы меня просто совершенно. Я могла вообще не отвечать ни на один вопрос. Вы бы сами на него ответили, на все. Потому что я вас обожаю. Спасибо большое. Спасибо вам. Знаете, наш спонсор, знаете, вот сказали сейчас только что до этого о спонсорах, потому что одно творчество – это хорошо, талант и энтузиазм – это супер, но без определенной финансовой поддержки иногда это не работает, оказывается. Поэтому спонсором нашей передачи является Аренфинансбанк. Вот наш генеральный спонсор – это Аренфинансбанк, и от него вам маленький подарок. Вот такой вот подарочек вам. С ума сойти. Спасибо большое. Это я должна была подарок за встречу с вами. Спасибо большое. Вам очень благодарна. За внимание. Знаете, как-то Казьма Прутков сказал так, что многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то они в себе и носят. Я вам благодарен, что вот наше поколение начинено именно вашим творчеством. Я желаю, чтобы и будущее поколение это поняли, осознали и все-таки пришли к вот этому великолепному искусству, как балет. Спасибо. Ну какой вы вообще, какой вы молодец. Я очень много давала интервью. Я даже не могу сказать, сколько. Много. И здесь, и за рубежом, и везде. Ну я впервые встречаю такого человека. Побеседовав с сегодняшней нашей героиней, я понял, почему именно она среди тех, кто существовал тогда, балерин, стала легендарной. Ну, балерин тогда было достаточно много, нежели сейчас, особенно в нашей стране. Но почему же она? Почему она совершила своего рода революцию, в хорошем смысле этого слова, именно в сфере балета и вообще искусства? Потом я нашел для себя ответ. Видимо, она не просто уважала, но еще и обожала свою работу. И делает это на сегодняшний день. Я недавно готовил фильм про Гарлем. Это один из самых опасных районов Нью-Йорка, когда это был сейчас не очень. Именно там зародился в свое время джаз, блюз. Там начинали свою деятельность Элла Фиджеральд, Майкл Джексон. И вот там я обнаружил, что самая центральная улица Гарлема названа в честь Мартина Лютера Кинга. Он как-то говорил, кстати, что человек должен обожать свою работу. Он должен верить в то, что он делает. Даже если это обычный дворник, он должен подметать улицы так, словно Микеланджело создает свое новое произведение, а Бетховен создал свою новую музыку. И даже небеса его благословили и говорили о том, как же восхитительно этот дворник выполняет свою работу. Значит, не только в сфере искусства нужно любить свою работу, но и вообще. Или все-таки нет? А вы как думаете? Удачи и до встречи!